Глава ЛНР провел встречу со студентами Стахановского отделения медицинского колледжа Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки. В ходе общения Леонид Пасечник поручил проработать возможность предоставления льгот или другого вида помощи молодым специалистам, желающим работать в прифронтовых районах. О чем еще говорили в ходе встречи, расскажут мои коллеги. Контролирую температуру воды в Ковше. Температура воды 30 градусов, что необходимо для обливаем серию закаливания ребенка. Эти девушки – одни из лучших студенток медицинского колледжа. Но волнуются, как на экзамене. Свои профессиональные навыки они демонстрируют не педагогам, а руководителю республики. В нашем республике имеются фантомы и муляжи, которые позволяют нам отработать многие виды инъекций. Уход за стомами, ягношки конституционных заболеваний, проведение сердечно-выручной анимации. Работа медсестры скрыта от глаз. Их вполне можно считать бойцами невидимого фронта. Стойкие, терпеливые, бесстрашные, очень нужные республики. У нас как-то в последнее время все почему-то считают, что высшее образование – это верх совершенства, а среднее образование – это так. Но, девчонки, я вас могу уверить в том, что это все не так. Вот поверьте, все держится на вас. Симуляционный кабинет – главная площадка, где студенты могут отрабатывать теорию на практике. Главное, чтобы полученные знания были усвоены в совершенстве, ведь на кону человеческие жизни. Оснащение симуляционного кабинета позволяет проводить все виды аттестации студентов в специальности сестринское дело. Как промежуточные, так и трудовые. То есть мы можем здесь проводить и дифференцированные зачеты, и экзамены, и государственную трудовую аттестацию. После встреча с лучшими студентами колледжа – выпускниками и первокурсниками. При помощи тех знаний, которыми обладаю я, с вашим участием, мы сейчас будем отвечать на те вопросы, которые вы будете передо мной ставить. Принимается такая форма сегодняшнего круглого стола? Разговор с Леонидом Пасечником о главном трудоустройстве, работе в отдаленных селах республики, стипендии и зарплате в будущем. И, конечно, вопрос от главы студентам. Я вот задам вопрос такой, ну, не знаю, может быть один там, пару человек скажите, вот, что привело вас сюда, какая мотивация? Медицина для меня – это стала смысл жизни, после того, как я увидел, что много кто не бросил республику в тяжелое время. А вот быть ли медиком у выпускницы Софии Грабович вопросов не возникало. С самого детства знала о том, что буду работать медицинским работником, потому что я росла и выросла в медицинской семье. О том, насколько нужны медсестры и медбратья ЛНР, говорят цифры. Чтобы восполнить дефицит кадров, каждый пятый ребенок в республике должен стать медработником. И на это уйдет 10 лет. Хочу поблагодарить вас еще раз, Леонид Иванович, в этом году мы получили дополнительно 237 миллионов от вас, от правительства республики. И более 60, порядка 70 миллионов рублей ушли именно на выплаты для медицинских работников, работа которых сегодня связана с лечением коронавирусной инфекции и вирусных пневмоний. Без вас никак. Медицинские сестры – это, наверное, тот инструмент врача, без которого он обойтись не может. Поэтому, наверное, переоценить вашу роль очень сложно. Мне очень жаль, что на сегодняшний день престижность человека труда, человека рабочего, она почему-то отходит на второй план и очень престижно становится получать высшее образование. А я вот считаю, что вы – основа основ. Не менее важный вопрос – где жить молодому специалисту? В следующем году я уже буду выпускницей. И сейчас рассматриваю варианты пойти работать, либо пойти учиться. И меня такой интересует вопрос, наверное, не только меня. Если я пойду работать, то по распределению не по месту жительства, могут ли меня обеспечить временным жильем? Мы должны делать все для того, чтобы вы остались у нас. Вопрос очень хороший, очень актуальный. И мы им обязательно займемся, и мы обязательно этот вопрос доведем. Значит, разобраться, еще раз говорю, проверить, почему не выделяется. Есть ли на территории не отремонтированное, причем это должно касаться, я так понимаю, наверное, не только медицинских работников. Я думаю, можно сделать общежитие для всех молодых специалистов. Сланируйте ли поднимать стипендию студентам республики? Была бы моя воля, я бы поднимал бы эти стипендии, ну, наверное, каждые полгода и так далее. Но, к большому сожалению, вы же видите, в какой ситуации мы сейчас находимся. И экономика нашей республики, и, в общем-то, блокада со стороны Украины, со стороны Евросоюза, все это нам, ну, поверьте, не помогает развитию экономики. Мы однозначно планируем еще повышение, конечно, безусловно. Я не готов сейчас сказать, когда, но оно однозначно будет, однозначно будет. Вместе с вами будем повышать заработную плату. Вот именно на это и ориентированы все мои действия и действия всей моей команды. Во время личной встречи студенты засыпают главу и личными вопросами, обсуждают улучшение сотовой связи и даже здоровый образ жизни. Каким-либо видом спорта профессионально я никогда не занимался. Но я не хочу сказать, что я суперспециалист, но я могу играть в футбол, я могу играть в волейбол. Закончить встречу без фото студенты не могли. Покидая город Стахана в преддверии дня жертв украинской агрессии, Леонид Пасечник вместе со студентами и официальными лицами возложил цветы к мемориалу памяти погибшим 2014 года. Глава республики продолжит встречи с жителями для определения и решения актуальных проблем. Карина Джамалян, Александр Остриков, Денис Рожков, Вести, Луганск, 24.